Друзья, всем привет! Мы приехали в классный частный питомник Лидии Васильевны. Она очень-очень много лет выращивает растения, сама черенкует, семян выращивает. И много лет проработала в южных культурах. Имеет очень большой опыт, это классный специалист. И у нее огромная коллекция, то есть мы вам сейчас покажем эти растения. Единственное по ценам, ну это будете уже звонить, уточнять у Лидии Васильевны, контакты будут в описании. Сейчас примерно покажем, какие есть растения, очень много интересных вариантов. И будете звонить. Так, вот Лидия Васильевна, она немножко стесняется, говорит, но ничего страшного. Она нам немножко сейчас прокомментирует, что у нее такое есть интересное. Начнем с теплицы. Обзор получится большой, так как очень много растений у нее. Напомню, это частный питомник, это все сделано ее руками. Так, показывайте. В данный момент укореняется инжир, азалия, наша сочинская азалия. розмарины, мирты, лимоны и вибискусы, гортензия, лаванда. Так, вот вам поближе покажем, как это происходит. Вот клематис арманди здесь укореняется. Да, арманди там сидит. А из стимуляторов что применяете? Я не помню, в прошлом году какой-то жидкий я применяла. А, ауксины какие-то, да? Типа, да, нет, там что-то было более сложное. Ну, показывайте, что у вас есть. Что бы я рекомендовала всем для своего дома, если позволяет площадь, квартиры, даже квартиры. Это псидиум. Вот мы на него стоим. Это чудесное растение, которое дает съедобные плоды. Они не крупные, красного цвета, очень полезные. Якобы содержит большое количество витаминов. Так, там юки у вас. Там юки, пока они немножко не причёсанные, как говорят. Потому что зима была. Ну, пойдёмте вперёд, показывайте, что у вас ещё есть. Очень много цитрусовых растений. Цитрусовые, я думаю, крупные. Большие просто. Вот они, да, все крупные экземпляры. Крупные экземпляры. Есть, конечно, мелкие, но... Да. Вот юки такие для офисов классные, крупномеры есть. Так. Так. Очень много пальм всяких интересных. Камелии, посмотрите, всякие. Очень большая коллекция. Здесь много тех, которые и не продаются, да? Ну да. Так. Так, смотрите, ребята. Такое вы вряд ли где-то найдёте. Либо очень-очень поищите. Смотрите, это финик. Рабеллини или Рабеллина. Там разные, по-разному их люди называют. Смотрите. Чаще Рабеллини. Да. Вот. Лидия Васильевна говорит, что это семена 2007 года. С 2007 года. Вот там была, значит, веточка семян. И вот они уже выросли. Вот. Представляете, с 2007 года. Это одна из самых, наверное, низкорослых пальм. Ну, из фиников, наверное, это точно, да? Очень красиво для офисов. Ну, нереально крутая штука, конечно. Теплолюбивая, да. Но теплолюбивая, да. Она там при ноле уже может страдать немножко. Вот опять там лимончики висят. Очень много аспидистры. Посмотрите. В таких горшках она еще не рассажена. Это рассажена. А, кстати, да, это рассажена. Вот в таких горшочках она продается. Смотрите. Вот так вот. Сколько примерно такая аспидистра стоит? Ну, может, 500 рублей. 500 рублей. Посмотрите, сколько тут побегов. Да, уже горшок. Да, даже горшок уже набух. Ее надо срочно рассаживать. Ну, то есть на Авито, если зайдете, посмотрите, сколько стоит аспидистра. Обалдеете. Так, тут куча фиников всяких разных. Здесь камерцы. Дальше пошли бути. Несколько штук. Которые добрались, так сказать, до вольных хлебов. Ушли в землю. В землю. И я даже боюсь трогать, но... Пора выдирать уже. Да, но пора уже. Вот весна придет. Вот еще финики стоят, да? Да. Пойдемте покажем, сколько аспидистра у вас еще тут растет. Вот, кстати, вот этот папоротник, все время забываю его название. Он у меня неплохо зимует. Вот, кстати, посмотрите, тут целая коллекция папоротника этого. А это финик настоящий, съедобный. Он в Адлере кое-где спокойно зимует и растет. Так что его реально можно в Адлере пробовать выращивать. Такие уже крупные экземпляры. Вот. Тут тоже финики, финики. И вот тоже аспидистра сплошная. Разрослась уже. Ее пора рассаживать все. Так. Пойдемте посмотрим теперь, что там дальше растет. Вот фикус такой тут разросся. Обалденно. Так. Растений очень много, все называть не будем. Тут, ну, огромная коллекция. Если тут посмотреть, тут есть вот и фатсии, такие уже крупномеры. Сейчас вам покажу, секунду, этот дафнофилум. Ну, крупнее его, наверное, нереально найти. Это очень редкое растение. Вот видите, тоже тут камелии уже зацветают. Очень много. Вот такие вот стоят дафнофилумы. Я не знаю сколько, но больше двух метров высотой они. Их каждый год он пересаживает. Видите, какие уже большие горшки. Они тут сильно затенены, поэтому их уже пора пересаживать. Много сабаль, минор и пальмета. Это такая редкая пальма. Пойдемте. Ладно, мы сейчас без Лидии Васильевны поосвещаем чуть-чуть. Сейчас вам покажу ценные экземпляры. Вот тоже тут дафнофилум. Спрятался, кстати, небольшой экземпляр, только маленький. Я только до этого крупные видел. Вот есть кипарисики. Огромная коллекция. Финики. Нет, это бутии тут растут. Это бутии молодые. Посмотрите, сколько бутий. Так, бутии, бутии. Кстати, есть сортовая мушмула еще. Вот это все. Сабаль и пальмета здесь и миноры есть. Им всем больше 20 лет. Им примерно уже 24 года. Насколько я помню, я покупал 20-летний. Вот когда я брал, и вот уже примерно 4 года прошло. Так что вот этим экземпляром примерно 24 года на сегодняшний день. Так, пойдемте дальше. Много цикосов. Вот есть такие крупномеры, прям огромные. Вот эта мушмула сортовая. У нее даже название есть, я сейчас не вспомню. У нее очень-очень крупные плоды. И очень много черенкует Лидия Васильевна. Ее можно купить прям сортовую мушмулу классную посадить. Вот уже такие плодики завязались в феврале месяце. Очень много офиопогона сейчас покажу вам. Вот мушмула, это сортовая. Вот это все сортовая мушмула. Так, тут у нас эвкалипты. Вот такие тут цикосы. Смотрите, какие аккуратненькие стволики, классные. Короткий лист у них. Вот тоже сортовая мушмула растет. Это маточное дерево. Так, лох. Очень много крупномеров. Лидия Васильевна уже пожилая, не может за всем этим ухаживать. Вот смотрите, вот такой сортовой кипарис у нее. Блин, она мне сейчас название сказала, я забыл его. То есть, по информации, он выведен вообще в Сочи. Ему тут призвоили название. Но видите, тут построили здание вот такое. И оно сильно затеняет, из-за этого он такой лысоватый. Вот ближе к верхушке, видите, он такой поплотнее. У него нереально красивая хвоя. Смотрите. Вот с него тоже Лидия Васильевна делает черенки и продает. Вот тоже соболи. Стоят. Маленькие тут. Так, где тут еще интересные? Вот тут есть мандарины. Грейпфрукты, которые местные. Вот так вот мандаринчики висят тут. Вот видите. Мандарины в феврале поесть. Супер. Вот тут это грейпфрукт местный. Он не такой крупный, но он зимует. Посмотрите, какой он огромный. Вот это грейпфрукт. Опа. В руках остался. Не планировал я его брать, но придется. Так, пошли дальше. Да, видео получится очень затянутым, к сожалению. Плющей очень много. Фацхидеры всякие есть. Это, похоже, трахикарпусы. Да, трахикарпусы молодые. Вот офеопогон вот так вот размножается. Вот он готовый, уже в ящиках стоит. Можно покупать офеопогон, рассаживать. А вот это вообще супер редкий сорт. Это офеопогон нано. Вот он выше вот этой высоты не растет. Это вот я такой себе в одну клубу посадил. На мой взгляд, это самый лучший офеопогон. За счет того, что он низкорослый, у него более опрятный вид. И по нему можно аккуратненько ходить. Вот тоже тут камелии. Даже с признаками варегатности или болезни. Не пойму. Похоже на варегатность. А может и хлороз. Не знаю. Вот они, красотки. Тоже цветут тут потихонечку. Вот такие камелии. Ну, бересклетов всяких навалом. Я их даже не освещаю. Очень много. Так, пойдемте. Еще одна теплица есть классная. Ну-ка, идем в другую теплицу. Если что, запоминайте, что тут есть. Вот так визуальное. Много чего могу не назвать. Это питоспорум разнолистный. Растет тут. Вот видите, как много пальм всяких. Малышей тут растет. Похоже на бутии. По-моему, все это похоже на бутии. Вот. Кумкват растет. Видите. В открытом грунте спокойненько он тут растет. Растет. Даже калина морщинистолистная есть, видите. Отдельно. Так. Лимончики висят. Лимончики. Не пойму это. Юбея, похоже. Еще и Юбея были. Белидии Васильевны, но сейчас я не вспомню. Вот тоже сортовые. Это все. Мушмула сортовая. Так. Вот такие тут теплицы интересные. Здесь огромное количество и комнатных растений, и те, которые спокойно зимуют у нас все подряд. Видите, тоже и аппаратник. И цвикосы маленькие тут укореняются, видите. На укоренение. Смотрите, как уже переросла аспидистрово-регатная. Ее срочно надо рассаживать уже. Вот такое количество огромное. Кипарисы. Чего тут только нет. Тут, наверное, тысячи видов растений. Посмотрите, сколько опять аспидистрово-регатных растений. Аспидистры просто навалом. Посмотрите, какие кусты шикарные. Если вот так посадить сразу, то просто нереально красиво будет. Вот когда посажена она вот такими крупными кустами. Смотрите, лимонов сколько. Обалденно. Так. Переезжаем дальше. Есть большие крупномеры. Сейчас вам покажу. И ногоплодника, и акации серебристые. Такие цикосы обалденные стоят. Уже тоже перерастает. Надо его пересаживать срочно. Морозники цветут. О, ровознички. Вот тут тоже. Имагония еще до сих пор цветет. Вот. Это собали. Вот это похоже на минор. Это похоже пальметы. Короче, с ними чуть разбираться надо уже. Посмотрите, стволы какие. Для соболя это нереальный размер, потому что им больше 20 лет. Вот еще один собаль. В таких огромных горшках. И эти хомеровцы. Вот такие где-то сантиметров. Ну, до метра с листьями. Примерно. Вот рахикарпусы. Крупные экземпляры стоят в горшках. Вот они. Бутии такие уже есть. Крупненькие. Вот они стоят. Видите? Бутии. Огромное количество крупномерных фиников растет. Видите? Они так прикрыты на зиму. Это все финик. Финик канарский. Вот. Такие бутии есть. Посмотрите, какие шишки уже. Много бутий с той стороны. Волны. Они везде растут. Вот. Видите? Акация серебристая завалилась. Росла в горшке. Вот корень. Ее завалило. Она переросла уже. Огромная просто. Вот такие аукубы гигантские есть. Смотрите, с плодами как обалденно смотрится. Аукубы. Вот тоже финики. Похоже, что-то над афнофилом только. Какая-то разновидность. Не пойму, что это. Она будет спросить. Забыл, как вот этот дребедень называется. Тоже красиво смотрится. В озеленении сочи много используют. Вот тоже. Ну все, погону так тут, бедолага, стоит. Короче, разнообразие растений очень большое. Поэтому особенно по пальмам. Вообще. Вот они, трахикарпусы есть такие. В горшках. Тоже выращенные семян. Вот такие трахики классные. Уже горшки рвутся, смотрите. Вот такой посадите. Максимально безболезненно должен укорениться. По стволу примерно полтора метра они. Вот такие растения тут. Вот дафнофилум. Тоже есть такой переросший уже. Многоплодники вот такие огромные. Вот он, многоплодник стоит. Это тоже дафнофилум рядом. Такой многоплодник. Вот фатинии. Чего только нет. Маленькие аукубы. Варигатные эти. Пуалеандры. Вот черенкованные кипарисы. Которые сортовые. Красивые очень. Вот видите. Тут если походить, поискать здесь столько всего интересного. Это глаза разбегаются. Бересклеты в форчуна. Малдеть. Это инжир огромный стоит зимой. Оливки. Оливки. Вот тоже видите акация серебристая завалилась. Посмотрите какая красота. Сейчас, кстати, весь Сочи утопает вот такое. В цветении мимозы. Красота. Кстати, есть кукломеры. Вот смотрите. Камфорный лавр. Очень сложно найти в таких экземплярах больших. Вот это камфорный лавр. Огромные экземпляры. Кстати, огромные экземпляры есть еще в этого. Забыл, как оно называется. Ребята, вы вспомнили. Это единственное листопадное растение у меня, кроме хурмы. Короче, все, голова не работает, к сожалению. Тут тоже цитрусовые всякие растут. Видео получилось затянутым. Короче, еще всяких много растений интересных. Кстати, вот еще корделина австралийская. Растет, можно выкопать. Лидия Васильевна тоже продает. Но единственное, копать самим придется. Крупные экземпляры, вот такие классные. И вот эти трахикарпусы она тоже продает. Но тоже единственный самовыкоп, самовылаз. Вот такие трахикарпусы крупные. Мой, который растет на улице, когда-то я копал именно здесь. Ну, вот такой обзор получился, ребята. Кому понравилось мое видео, да, не забывайте лайки ставить. Подписываться на канал, кто еще не подписался. Всем пока!